И вопрос к молодому поколению. Как окрошка звучит на английском языке? Огурцы у меня свои, дачные. Огурец отправляется к своим зеленым собратьям, к луку, укропу и петрушке. Как два огурца я возьму и колбасятины. Для яиц у меня будет вот такая вот штучка. Мне кажется, это чудо. Это одно из лучших изобретений человечества. Выливаем все в миску. Ух, вот это красота. Легкий суп, холодный, летний. Удался на 100%. Друзья, я вас приветствую. У нас лето, у нас жарко. И пока я выставлял продукты, у нас даже бутылка успела запотеть. Мы уже готовили окрошку, холодник. Но окрошку со свеклой мы еще не делали. И предлагаю исправить это прямо сейчас. Ставим лайк, проверяем подписку и поехали. Как и во многих летних супах, будь то горячие они или холодные, много зелени. Лук, петрушка и укроп. Все это дело мы мелко шинкуем. И переходим ко второй части нашего ансамбля. Пока есть время, я шинкую зелень. Кто еще не посмотрел холодник или окрошку в моем исполнении, в описании будет ссылка. Можно перейти и обязательно. Прямо всячески рекомендую это сделать. Очень классные рецепты получились. Укроп и петрушка в блюдо. И переходим к луку. Лука я взял прям так добротненько. Три перышка разрезаем пополам. И тоже мелкими колечками шинкуем. Прямо меленько-меленько. Потому что я как-то... Ну, мне кажется, что это не вот тебе круто, когда такие ломти лука попадаются у тебя в ложки. А если вы готовы поспорить со мной, предлагаю это сделать в комментариях. Порезанный лук отправляется тоже в чашку. И пока я не помыл доску, я предлагаю почистить огурцы. Огурцы у меня свои, дачные. Поэтому жалеть я не буду. Кстати говоря, какая толстая кожура. Отрезаю все лишнее, чтобы, во-первых, не горчило, а во-вторых, чтобы было немножечко понежнее. Я уберу и кожуру, и внутренности. А уже потом нашинкую. Как убрать внутренности максимально эффективно? Внутренности я имею в виду вот эти вот косточки. Почему я хочу убрать? Во-первых, они дают воду очень сильно, а я не хочу, чтобы у меня окрошка плыла. А второе, у меня по плану оставить только мякоть. И вопрос к молодому поколению. Как окрошка звучит на английском языке? Напишите в комментариях. Как я буду нарезать огурцы? Сначала пополам, потом еще на три части, на три соломки. И уже аккуратненько делаем кубик. Одинаковый и ровный. Огурец отправляется к своим зеленым собратьям, к луку, укропу и петрушке. А мы переходим к мясной части. Кстати говоря, пока мы далеко не ушли, напишите в комментариях, вы используете мясо или колбасное изделие? Вот сегодня я буду класть ветчину. Теперь о количестве. Я думаю, что мясной части должно быть чуть больше, чем каждого ингредиента. То есть, если у меня там условно два огурца, то вот как два огурца я возьму и колбасятины. Думаю, нормально будет. Нарезать буду такими же кубиками, как и все остальное. Как огурец, как картошку и как яйцо. А вот с этим я вас познакомлю поближе чуть позже. Сначала нарезаем пластинками, потом соломкой, а потом кубиком. Все очень и очень просто. Вы знаете, по мере развития нашего канала, я понял, что в домашней кухне все должно быть просто, неназойливо. Из тех ингредиентов, которые есть в магазине, ну, в общем доступе. Вот в этом случае наш контент будет максимально для вас полезен. Перекладываем мясную часть к овощной и переходим к яйцам. Для яиц у меня будет вот такая вот штучка. Ни ножом, ни доской я пользоваться не буду. Просто вдавливаем яйцо в эту сетку и у нас получается такой же кубик, как колбаса, как и огурец. Все три яйца уходят менее, чем за одну минуту. Обратите внимание. Теперь картошка. Чтобы было лучше видно, я вдавливаю картошку и делаю небольшой прокрут. Еще раз вдавливаю, делаю прокрут. И получаются те же самые ровные и аккуратные кубики. Мне кажется, это чудо. Это одно из лучших изобретений человечества. Настало время заняться свеклой. Для начала я беру пару столовых ложек хрена, обыкновенный, крепкий, столовый, такой, где это, в мажечке немного отдает. И свекла. У меня две штуки. Отправляется в блендер. Теперь закрываем крышкой и начинаем пробивать до однородного состояния. Свекла встала. И я открываю и добавляю немного минеральной воды. Прям буквально грамм 50. Пробиваем дальше. Я расскажу, что нужно еще чуть-чуть воды. Прям капелюшечку. Я вижу, что все сбилось до однородности. Открываю крышку, проверяю, но просто мусс. Не больше, не меньше. Выливаем все в миску. Ух, вот это красота. Далее нам нужно посолить и поперчить. Поперчить я возьму с десяток горошин черного перца. А как абразив буду использовать обыкновенную соль. В данном случае гималайскую. Пол чайной ложки. Этого будет нам достаточно. С помощью ступки все перемалываю и объединяю. Получается вот такая консистенция, такое состояние. Солим и перчим окрошку. Теперь перемешиваем, чтобы все это дело у нас объединилось. Друзья, выкладываем. Я думаю, что три ложки мне будет достаточно. И если вы хотите, чтобы эта заготовка полежала немного в холодильнике, то солить нужно непосредственно перед приемом пищи. Далее, полет вашей фантазии. Хотите кефир, хотите квас, я буду использовать сильно газированную минеральную воду. Следующий ингредиент это сметана. Я беру нежирную в районе 15%. Сверху кладем и немного укропа на украшение. Прежде всего размешаем, чтобы сметана, кстати говоря, не сказал, кто любит горчичку, кто любит поострее, пожалуйста, используйте. А у нас получается вот такой суп. Он легкий, то, что нужно в жару, тонизирует за счет минеральной воды. Ну и в целом должен быть достаточно вкусен. А действительно так или нет, я сейчас попробую. Не заляпать бы белую рубашку. Чувствуется огурец и колбаса. Вот, прежде всего. И легкая-легкая сладость от свеклы. Вы знаете, я бы еще добавил немного остреньки и чуть-чуть еще бы подсолил. Но в целом легкий суп холодный летний удался на 100%. Ну а прежде, чем я съем то, что осталось в тарелке, я вынужден с вами попрощаться. Я вас благодарю за просмотры. Обязательно поставьте лайк этому видео, поделитесь им со своими друзьями и не бойтесь экспериментировать. Пока! Пока!